В эфире ОТС ежедневная программа «Спортобзор» в студии Кристина Лата. Здравствуйте! Старт волейбольного сезона 1 сентября. В этот день начнется розыгрыш Кубка России. Борьбу за трофеи начнут 16 клубов Суперлиги. На предварительном этапе команды разбиты на 4 группы, а не на 3, как в прошлом году. Квартеты сыграют в два круга между собой. По итогу три лучших коллектива пройдут дальше. Потом 12 команд по принципу «Змейка» будут разбиты на три группы. Их победители присоединятся к хозяину финала четырех, который традиционно пропустит полуфинальный этап. Новосибирский «Локомотив» попал в группу под номером 2, где сыграет с «Кузбассом», «Факелом» и «Новой». Первый круг предварительного этапа пройдет в Кемерове в начале сентября. Второй в Новосибирске с 15 по 18 число. Чемпионат Суперлиги стартует спустя месяц после начала Кубка России. В этом году формат турнира претерпел значительные изменения. В первую очередь стадия розыгрыша медалей. Впервые за последние несколько лет победитель чемпионата будет определен в полноценной серии плей-офф, а не в финале шести. В матче четверть финала будут идти до двух побед одной из команд, а полуфиналы и финалы до трех. Напомню, новосибирский «Локомотив» за последние три года собрал весь комплект медалей чемпионата страны. В играх в золото в 20-м, бронзу в 21-м и серебро в минувшем сезоне. А уже на этой неделе в четверг 30 июня стартуют главные спортивные состязания для жителей районов области – сельские игры. В этом году они приурочены сразу к двум юбилейным датам – 85-летию Новосибирской области и 300-летию города Куйбышева, которые примут соревнования. Основные старты пройдут на обновленном стадионе труд. Сегодня это очень современный, яркий спортивный объект. В рамках нашей госпрограммы мы реконструировали трибуны на 1500 мест с расположенными в нем легкотлетическим манежем, 4 беговые дорожки, устройство футбольного поля с искусственным покрытием и беговые профессиональные легкотлетические дорожки по окружности. И также устройство открытых универсальных спортивных площадок. Дополнительно предусмотрели средства, чтобы снабить стадион электронным табло и техникой для ухода за искусственным газоном. В масштабном спортивном празднике будут задействованы и другие объекты города – лыжный комплекс, спортивно-оздоровительный центр, дом культуры. Участие в сельских играх примут около тысячи человек из всех районов области. Они разыграют медали в стритболе, легкой атлетике, волейболе, перетягивании каната и других спортивных дисциплинах. Кроме того, первенство по своим программам многоборья оспорят и семьи, и сельские специалисты – дояры, механизаторы и косари. Уже определены победители сельских игр в нескольких видах, какой район стал лучшим в футболе, а какой в городошном спорте расскажем в следующих выпусках «Спортобзора». А прямую трансляцию состязаний финалов из Куйбышева вы также сможете увидеть в эфире ОТС. К другим новостям – рев моторов и запах жженной резины. На выходных в Новосибирске прошел кубок губернатора по дрифту. Гонки на автомобилях, проходящих повороты в большом заносе, имеют долгую историю. Впервые их провели в Новосибирске в 2013-м. С тех пор они заметно расширились. Уже давно участвуют не только местные спортсмены, но и гонщики из разных городов Сибири. Кто стал победителем в этот раз – смотрите далее. Одни из самых зрелищных соревнований в автоспорте – это дрифт. Новосибирск регулярно становится центром сбора самых сильных сибирских спортсменов в этой дисциплине. Но сегодня на старте всего 13 участников. За кубок губернатора борьбу ведут представители Новосибирска и Барнаула. Спортсмены из Новокузнецка, Кемерово и Томска по разным причинам не смогли в этот раз приехать. Но даже этот факт не мешает показать качественный дрифт. У нас участники все максимальные профессионалы. Их боевая техника на максимальном уровне сегодня собрана. Они все конкурентоспособны. И на самом деле до конца не ясно даже, кто сегодня может стать победителем. Потому что пилоты все очень сильные. Один из таких примеров – Дмитрий Пахелько. Автоспортом он занимается уже 15 лет, а именно дрифтом – 5. Начинал как автомеханик. Сейчас профессиональный пилот. Свою машину 90-го года собрал сам. От родного у нее осталась только часть кузова. Остальное заимствовано у других автомобилей. Такие соревнования очень важны, потому что они в том числе и убирают с дорог нашего города тех людей, кто хочет гонять. Но при этом там, где нельзя этого делать, они этого не делают. Поэтому выплеснуть здесь эмоции, помериться моторами, как говорится, и своими навыками – это отличная возможность. За что огромное спасибо организаторам. Я считаю, что это очень важно. Механиком на соревнованиях начинал и Сергей. Дрифт привлекал его с детства. Сначала катался на велосипеде, а когда стал старше – перебрался в машину отца. Сейчас у Сергея своя команда по сбору автомобилей для автоспорта. Кубок Сибири – хорошая возможность продемонстрировать качество изготовленных автомобилей. У нас вообще хороший чемпионат. Я очень рад, новые люди появляются. Хотелось бы, чтобы их было больше. Хочется гонять, 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 гонять. Третье место Сергея говорит о хорошем качестве собранной машины. Но работать есть над чем. Кстати, дрифтовали сегодня не все. Многие просто решили продемонстрировать свои необычные авто на выставке. Вот недавно реализовал свою мечту. И вот я здесь решил поучаствовать в выставке, посмотреть на соревнования. Возможно, даже поучаствую. Но не на этой машине, а на какой-нибудь другой. Но пока только на выставке. Дрифтовать спортсменам пришлось в 30-ти градусную жару. Но при большом количестве поклонников автоспорта. Все медали забрали новосибирцы. Ну а следующий этап гораздо сложнее. Уже 2 июля спортсменов ждут заезды по мокрому дрифту. На этом выпуск завершен. В студии работала Кристина Латом. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...